Шлюпка Но ветер и сильная и частая шторма мешали в них войти, приходилось ждать, пока не стихнет. Наяву же была лишь шлюпка с шестью матросами и геляками и на иске транспорт Охотск. В кармане повеление правительства не сметь касаться устья. А он, вопреки повелению государя, оставил Дмитрию Ивановичу Орлову объявление на нескольких языках о том, что устья занято русскими и велел эти документы предъявлять иностранцам, если в залив счастья придут корабли, чтобы пополнить свои запасы пресной водой. Шлюпка пристала к геляцкой деревне. Русских встречали приветливо, одаривали подарками. Вот, например, дарили туеса с желтой пельмовой икрой, водку в медных бутылках осетров и туеса с рисом. Невельской в ответ приглашал геляков к себе в палатку, где тоже угощал их осетриной под уксусом и гречневой кашей с маслом. От геляков Невельской узнал, что их пугают русскими, называя их нечистой силой. В устье Амгуни нашли лес из кедра и ели, а также липы и дубы. Теперь уже искали плодородные земли для сельского хозяйства, причем не только на островах, но и на побережьях. Невельской мечтал создать здесь вольное крестьянство. Посетили стойбища мгунцев, которые с интересом рассматривали одежду Невельского и как какую-то диковинку щупали его металлические пуговицы на мундире. В беседе с ними Невельской узнал, что к ним часто наведываются якутские купцы, которые обижают их и внушают им страх к русским. Невельской обещал разобраться. «Меня сюда затем и послали», — сказал он, — «чтобы увидел, как тут живут люди и в чем у людей нужда, и кто тут их обижает. Русский царь велел мне сказать, что берет эти земли себе, велел за всех заступаться и всем помогать». Чедана сообщил, что капитан ищет места, где раньше жили русские. «Такие места у нас есть», — ответил маленький негидалец. «Там теперь остались ямы и камни». Невельской попросил показать их. Несколькими лодками шли вниз по течению. Вместе с капитаном в лодке шли конев, шестаков, козлов. В пути они узнали, что среди геляков и негидальцев шли слухи о том, что скоро сюда с большой силой придут манжуры, чтобы собирать дань и выгнать русских. Пость показал тыр, русскую деревню на противоположном берегу. И вдруг Чедана громко крикнул «Манжуры!», указывая на берег. «Вот их-то мне и надо», — сказал Невельской. Он посмотрел в трубу и увидел у берега большие мачтовые лодки. На отмели чернила огромная толпа. «Братцы, суши велосла!» «Ружья к бою!» — скомандовал капитан. «Осмотреть все!» Он приказал зарядить фальконет ядром, укрыть и его, и оружие брезентом, выложить наверх красное сукно, ситец, товары. Шлюпка с большой скоростью мчалась к берегу и приближалась решающая минута, от которой капитан ясно понимал, зависели не только его дальнейшие действия, но и вся судьба его дальневосточных открытий. Шлюпка привыла к берегу в 200 метрах от толпы, которая уже двигалась навстречу. Капитан натянул фуражку, с ним Афоня и Пось, но без оружия. Среди геляков капитан увидел около 30 человек манжуров-солдат. У одних в руках были стрелы, у других были ружья с зажженными фитилями. Батага геляков, опережая их, спешила к берегу. Невельской сошел на берег. Манжуры остановились в нескольких метрах от него. Из толпы вышел рослый и важный старик с медно-красным лицом, большими ушами и с длинными седыми усами, свисавшими по углам рта. На голове маленькая шелковая шапочка с шариком. «Кто ты такой? И по какому праву ты пришел сюда?» – спросил он, глядев товары и безоружных матросов. Пось перевел. Невельской заметил и эту дерзкую надменность, и грозный отряд, и страх на лицах огромной толпы геляков, и твердую решимость своих спутников Позе и Афоне, по которым было видно, что сейчас решается все. «А кто ты такой? Зачем и по какому праву ты пришел сюда?» Проводники стали по обеим сторонам капитана и готовы были в любой момент схватиться за ножи. «Я маньчжур», – гордо сказал старик, с достоинством выслушав ответ. «И никто, кроме нас, не имеет права бывать здесь. Скажи ему, что я русский», – ответил капитан, «и что тут наша земля, и никто, кроме нас, русских, не имеет сюда права приходить». Маньчжур опешил. Он не ожидал встретить здесь русских. «Поэтому я требую», – продолжал капитан, «чтобы ты с товарищами немедленно оставил эти места». Маньчжур усмехнулся, увидев, что у капитана нет оружия, стал переговариваться со своими. «Это не ваша земля», – сказал Маньчжур примирительнее, чувствуя, что пришелец в его власти, что в любой момент он может с ним расправиться. Он подал какой-то знак. «Чья же это земля?» – спросил Невельской, замечая этот знак и подходя к нему ближе. Старику подали обрубок доски, обтянутый красной материей. Тот хотел сесть, но капитан, шагнув вперед, внезапным ударом ноги вышиб из-под него обрубок. Старик вскочил, а обрубок покатился толпе под ноги. «Мы оба должны разговаривать стоя или оба сидя», – резко сказал капитан. Лицо старика густо покраснело. Геляки живо подкатили Невельскому какой-то обломок. «Садись, садись», – ласково сказал ему Чумбока. Видя, что капитан садится, Маньчжур тоже поспешно уселся. «Так чья же это земля?» – повторил свой вопрос капитан. «Тебе нет никакого дела, чья это земля», – надменно ответил старик. «И мне нечего с тобой разговаривать. Нас много, а вас мало», – он посмотрел на толпу. Маньчжурские солдаты угрожающе стеснились. Толпа геляков вдруг хлынула от Невельского в сторону маньчжуров, оставляя его вместе с проводниками наедине. «Если», – начал было Невельской, – но почувствовал, что заикается, и вдруг увидел, что оружие в толпе зашевелилось, и что его проводники стали закрывать его своей грудью и схватились за ножи. Он выхватил двухствольный пистолет и наставил его маньчжуру в лоб. «Стой!» – Невельской схватил старика за ворот. «Если хоть один пошевелится, я тебя пристрелю!» Пусть выкрикнул эти слова. Афония Чумбока с перекошенными от злобы лицами занесли ножи. На лодке уж сдернули холсты, где засверкал фальконет, фитиль вспыхнул в руке Козлова. Пять матросов с ружьями в руках ринулись к своему капитану. «Ну, кто теперь смирится меня тронуть?» – спросил капитан, отпуская старика. Толпа геляков с громкими криками радости хлынула обратно от маньчжуров к русским. Чедана заплакал от радости. «Бросай оружие!» – громко крикнул Пусть. И вдруг все захохотали. Геляки показывали на старика манчжура. Тот отскочил, согнулся и кланялся к капитану. Видя его испуг, капитан сказал, «Послушай меня, не бойся!» – старик все кланялся. «Мы не сделаем тебе и твоим товарищам ничего плохого!» «Да верно ли, что ты русский?» – спросил старик. «Не рыжий ли ты с того судна, что весной было на погибе?» «Русский! Русский!» – закричали геляки со всех сторон. «Это старший русский, отыская!» Невельской достал монету с орлом. Старик вынул такую же. Сверили. «Моя кокта торговала!» Это русская деньга.